10 километров. Такая общая протяженность инклюзивной велодорожки в Лиде, строительство которой началось в июне. Велолюбители смогут прокатиться от бульвара князя Гедемина в двух направлениях – в сторону городского парка и улицы Советской. Отдельные ветки пройдут от железнодорожного переезда по Свердлово к Лидскому озеру, спортивно-оздоровительному комплексу Олимпия и по улице Рыбиновского. Строительство ведет Лидская ДЭО номер 55. Именно эта организация выиграла тендер на создание объекта. Сейчас на всей протяженности будущей велодорожки идут работы по понижению бордюров, нанесению разметки и установке дорожных знаков. Помогает Лидчанам и две бригады ДЭО номер 56 из Новогрудка. Сделано не очень много, но ведутся работы. Ведутся такие работы, как понижение бортового камня, устройство тактильной плитки, обустройство сети дорожными знаками. Эти виды работ входят в первый этап. Там есть второй этап и третий этап. Во втором и третьем этапе там новое строительство еще дорожки. То бишь сеть будет развиваться. Сейчас она порядка 7 километров, на которых нужно сделать вот эти виды работ, которые я назвал. Дальше будет сеть развиваться и будет новое строительство. Там уже соответственно будет установлен бордюр, уложен асфальт на дорожку. Также в рамках проекта по созданию инклюзивной велодорожки были оборудованы две воркаут-площадки. Одна на Лидском озере, вторая в спортивном городке по улице Тухачевского. За выделенные средства были приобретены 20 велосипедов и два хендбайка, которые можно взять на прокат. С нетерпением ждут окончания строительства велодорожки многие велосипедисты личины. Ведь она свяжет микрорайоны города с его центром. Велодорожка нужна, потому что, особенно когда ты ездишь на велосипеде, или когда у меня дети были маленькие, мы с коляской тоже ездили, у нас очень много где высокие бордюры. И вот именно на велосипеде сложно проезжать высокие бордюры, и поэтому, конечно, она нужна. Мы как-то гостили у нашей подруги крестный мальчишек в Голландии, и там очень хорошо развито велотранспорт, велодвижение и велодорожки. И это такое удовольствие, когда тебе не надо спешиваться на огромных бордюрах, когда ты можешь ехать, действительно ехать в удовольствие. И было бы очень здорово, чтобы были классные у нас велодорожки в Лиде, потому что это действительно для людей тогда, город для людей. Строительство инклюзивной велодорожки продолжается, но летчане уже могут оценить комфортные съезды на пешеходные переходы на нескольких перекрестках города и воспользоваться новым велооборудованием.